Привет! Пару недель назад мы побывали на презентации Xiaomi, на которой пообещали вам полноценный обзор Mi A3. Ну и, собственно, пару недель уже прошло, поэтому не вижу больше смысла тянуть кота за масленицу. Вот он, этот самый обзор. Но перед началом хотелось бы сделать один небольшой дисклеймер. Нам смартфон достался с презентацией, то есть выставочный образец. И, судя по всему, Mi-фаны так торопились прикоснуться к прекрасному, что клыками и когтями вырывали его друг у друга. Поэтому он нам достался сразу с тремя Mi-царапинами. Одна от Mi-клыка, а две от Mi-когтя. Или наоборот, все время их путаю. С завода смартфон поставляется без них. Ну, а теперь поехали. У меня складывается такое чувство, что у дизайнеров в Китае есть некий профсоюз, который уже второй год бастует, отказываясь выпускать что-то непохожее. Такой дизайн был у всех он уже был. Ну окей, алюминиевая рамка, еще и хромированная. Кординг Gorilla Glass 5 на фронтальной панели, Gorilla Glass 5 на задней. Еще повозмущаюсь насчет того, что на задней панели много буков. Чересчур прям. Единственное, что примечательно, цвет. Перламутровый перелив выглядит красиво, хотя, признаю, эта штука на любителя, да и в чехле ее видно не будет, а защитить девайс вам определенно захочется. Снизу динамик и Type-C, сверху миниджек, который GoodGuy Xiaomi у юзеров не отжал. Регулятор громкости и кнопка блокировки справа, а слева лоток для двух симок или одной симки и microSD. Фронтальная камера врезана каплей в дисплей. Кому-то нравится такое, кому-то нет, тут уж решать вам. По эргономикой вопросов нет, он комфортно лежит в руке и пользоваться им удобно. Самый противоречивый момент этого смартфона это его дисплей, вернее его разрешение 1560 на 720. Не все поняли почему, учитывая немаленькую диагональ в 6,01 дюйма. Однако это тревожит может только тех, кто привык цепляться к цифрам или тыкать смартфоны в VR-приблуды. Видно ли пиксели? Ну, на расстоянии в 3-4 сантиметра от глаза да, на большем расстоянии нет. В остальном же вполне нормальный Super AMOLED с хорошим запасом яркости и приличными углами обзора. Хоть в игрищах, хоть в видео, хоть в чтении мобильной версии RootMation. Рамки вокруг дисплея есть, но широченными их назвать нельзя. Скажу так, они свойственны этому ценовому сегменту, хотя встречаются и поуже. Единственное, что раздражает, отъедаемая каплей камеры часть видео. Хотя, со временем к этому привыкаешь. Похоже, я успел стать адептом моторизированных блоков. Ну, или же пусть по-старверски будет просто сверху большая рамочка. Внутри Snapdragon 665, восьмиядерный Pro, с Adreno 610 и 4 гига оперативной памяти. Угадайте с трех раз, какая игра. Работает нормально и не чихает. Причем работает на высоких настройках. Нагрев есть и ощутимый, но не до дискомфорта. Вполне приемлемый. В работе с приложениями и взаимодействии с системой проблем я не встретил абсолютно никаких. Встроенной памяти у А3 64 гига, плюс существует версия на 128. Ну, а если вы решите пожертвовать второй симкой и использовать microSD, то ее объем может достигать 256 гигов. Камеры. Основных три, вернее, две с половиной. 48-мегапиксельный ширик с f1.8, 8-мегапиксельный ультраширик с f2.2 и 2-мегапиксельный сенсор глубины с f2.4. Все это добро снимает хорошо и очень. Даже ночью фото получаются весьма пристойные, ночной режим так и что-то умеет. Не без шумов, конечно, но камон. У меня в руках были смартфоны, которые стоили на 50% дороже и при этом выдавали результат на 50% хуже. Днем в солнечный день, днем в пасмурный день, днем в режиме шокирующей тавтологии. Камера, конечно, снимает не на флагманском уровне, но не так уж далеко от него. Единственное, к чему можно объективно пристать, это цвета, которые выдает ультраширик. Они не в пример бледнее. На ширике к ним вопросов нет, цветопередача выглядит весьма правдоподобно. По детализации и особенно детализации в тенях претензий лично у меня нет. В плане видео все пристойно. Есть 4К на 30 кадрах в секунду и Full HD на 60. Слоумо можно разогнать до 120 при Full HD или до 240 при 720p. А вот тут я прицеплюсь. Слоумо и таймлэпс находятся в очень неочевидном месте. Как мини-офит догадается, что оно здесь? Только методом тыканья везде и всюду. Фронталка 32-мегапиксельная, F2.0. На толковые салфя рассчитывать можно и ожидания оправдываются. Опять же, портретный режим все с тем же стабильно хорошим результатом, хоть и без сенсора глубины резкости. И теребить ползунок диафрагмы все еще можно. Есть бьютификация, хоть и с перегибом, зато есть. Главное, нет миллиона ненужных фильтров с котиками, собачками и прочей ерундой. Есть несколько пресетов с цветовыми фильтрами. Работает все это добро от аккумулятора емкостью в 4030 мАч. То есть на весь день интенсивного использования смартфона можно рассчитывать. Плюс поддерживается еще и Quick Charge версии 3.0. Операционка Android 9.0, да еще и One. О ней уже все 3000 раз говорено-переговорено, так что не будем тратить ваше время. Главное, система работает стабильно и не кашляет. Что откровенно смущает, так это отсутствие NFC. Его в этом смартфоне прям очень и очень не хватает. Безопасность. Дактилоскопический сенсор подэкранный, срабатывает довольно точно и быстро, пользоваться им вполне комфортно. Распознавание по лицу не настолько молниеносное, но и долгим назвать его трудно. Однако главное, оно хорошо работает даже в темноте. Плюсую. Xiaomi Mi A3 это очень толковый смартфон и от него исключительно положительные впечатления. Ну, за исключением мелких нюансов. Особенно положительные впечатления от железяк и камеры. Как по мне, дизайн не торт. Ну, потому что он был везде и всюду. Но если вам такой дизайн нравится, то этот смарт зайдет вам прямо на 10 из 10. Так как это Android One, вам не придется беспокоиться о безопасности и софте. Так как здесь хорошие камеры, вам не придется беспокоиться о качестве фоток и видео. Ну, и о производительности тоже беспокоится. Да, в принципе, ни о чем беспокоиться вам не придется. Учитывая ценник, который здесь прям очень демократичный. Ну и на этом не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и до новых!